Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Украина, вероятно, не будет выплачивать России кредит. Это 3 миллиарда долларов. Наше государство включит его в общий пакет реструктуризации. Об этом сообщают источники в Международном валютном фонде. Газета Financial Times отмечает, выплата Украины российского долга в полном объеме не предусмотрена планом кредитной программы МВФ. Издание отмечает переговоры о реструктуризации внешнего долга в размере 15 миллиардов долларов включает в том числе и переговоры с Россией. В то же время решение о выплате или невыплате российского долга не является окончательным. Боевики открыли огонь по украинским позициям из Града. Использовали полный боезапас реактивной системы залпового огня. Напомню, согласно минским договоренностям, Грады должны быть отведены от линии соприкосновения. Также зафиксовано два выпадки введения артиллерийского огня без посереднего по месту Авдиевка. Особливую активность враг проявляет в Широкином, в районе Донецкого аэропорта. Идет первое за все про селища Писки и место Авдиевка. И неподалеку Бахмутской трассы. Неподалеку селища Сокильники в этом же районе произошло боевое заткнение украинских военных с врагом. Атака отбита. Также под минометный огонь боевиков потрапили наши частины в Широкиному. За минулую дню, внаследовании боевых действий, загибших среди украинских военных, на счастье, нет. Шесть отримали поранения. В Великобритании началось перезахоронение останков короля Ричарда Третьего. Их нашли под парковкой в городе Лестер три года назад. Торжества продлятся до четверга. Тогда останки захоронят в Лестерском соборе. О церемонии далее. Посмотреть на останки короля Ричарда Третьего собрались тысячи человек. Люди несут белые розы – символ ветви династии, которой принадлежал монарх. Гроб с останками торжественно провезли по городу. В том числе милое место битвы, в которой король был убит в 1485 году. Я большой поклонник белой розы, и Ричард Третьих для меня своего рода герой. Думаю, он очень непонятый король, и я хочу быть частью этого дня и помянуть его так, как больше всего подходит для такой великой фигуры в истории Англии. Образ Ричарда Третьего в истории очень противоречивый. Шекспир в своей одноименной пьесе изобразил его как горбатого тирана, который захватил престол, убив своих племянников. Но историки этого не доказали и считают. Драматург сгустил краски. Бой, в котором был убит монарх, стал последним сражением в войне белой и алой роз, дома йорков и дома ланкастеров. Трон перешел к Генриху VII. Было положено начало династии Тюдоров. Могилу Ричарда Третьего не могли найти в течение веков. Было известно, что его похоронили во францисканском монастыре в Лестере. Но существовала и версия, что позже останки извлекли и бросили в реку. Три года назад археологи нашли руины этого монастыря во время раскопок под автомобильной парковкой. Там же был найден эскерет со следами множественных ранений. Позже анализы доказали. Это действительно останки убитого Ричарда Третьего. Я из Йоркшира. Конечно, хотелось бы, чтобы его похоронили в Йорке. Но должна сказать, что Лестер проделал хорошую работу. Они хоронят его в то время, как все думали, что его тело бросили в реку. И мы здесь сегодня, чтобы проводить его в последний путь должным образом. Это неописуемо. Знать, что его поливали грязью 500 лет. А сегодня миллионы человек ему почти поклоняются. Невообразимо. Дубовый гроб, в котором теперь покоятся останки монарха, создал канадский плотник. Он прямой потомок Ричарда Третьего. В четверг останки захоронят в Лесарском соборе. Для Великобритании это первый случай, когда останки короля были эксгумированы и их хоронят заново. Самый известный цирк в США отпустит своих слонов на пенсию. В отставку животные уйдут к 2018 году. Руководство компании решило отказаться от этих цирковых артистов из-за давления со стороны защитников животных. Подробности в следующем материале. Американский цирк откажется от использования слонов в своих шоу постепенно. Кроме критики со стороны защитников животных, роль в принятии такого решения сыграли и новые законы в некоторых городах и округах США. Они запрещают использовать слонов в развлекательных целях. Это усложнило гастроли. В основном мы смотрели на множество антицирковых законов в США и пришли к выводу, что наши ресурсы лучше использовать для сохранения этих великолепных животных для будущих поколений, чем на борьбу с законодательством. Защитники животных обвиняют дрессировщиков в жестоком обращении со слонами. Общественность стала более осведомленной. Люди видели видеозапись за кулисами до выступления и после него, где слонов бьют палками, похожими на кочергу. Они видели фотографии дрессировки слонят. И никто не хочет поддерживать такое. А вот мнения зрителей разделились. Я все же надеюсь, что они не избавятся от них, потому что это часть цирка. Мы хотим, чтобы слоны остались. Думаю, здорово увидеть слонов в цирке, и цирку будет не хватать их. Но если быть справедливыми, слоны заслуживают лучшей жизни. Не сидеть в заперти и не путешествовать в фургонах. Администрация цирка заявила, 29 животных уже живут в центре слонов во Флориде. Одного циркового гиганта передали зоопарку. Еще 13 оставшихся подопечных через три года выйдут на пенсию и также поселятся в центре. Активисты настаивают на том, чтобы всех слонов освободили от выступлений в цирке как можно скорее. Польский велосипедист побил свой собственный мировой рекорд. Кристиан Херба преодолел на велосипеде 3139 ступеней в 100-этажном небоскребе в Тайбэе. Поляк побил рекорд за 2 часа 13 минут. В небоскребе ступеней меньше, чем нужно для рекорда. Поэтому спортсмен сначала добрался до 60-го этажа, после чего спустился на лифте на первый и оттуда снова добрался уже до 91-го этажа. Я старался держать ритм, все время один и тот же. Так было первые 52 этажа. Потом я немного ускорился. Я очень устал, но счастлив. Это была самая сложная задача в моей жизни. Кристиан Херба 33 года. В свободное от рекордов время он работает обычным школьным учителем физкультуры в родном польском городке. В прошлом году он побил рекорд Гиннесса. Преодолел на горном велосипеде 2919 ступеней башни Эврика в Мельбурне. Нынешний рекорд в Тайване пока ждет подтверждения от представителей книги Гиннесса. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.